Последнее время практически из каждого утюга доносятся слова криптовалюта, майнинг и биткоин. Многие попросту не понимают, что это значит и нужно ли заморачиваться. В этом видео мы расскажем вам все самое важное, что нужно знать об этом новом способе заработка. Майнинг – это способ добычи криптовалюты с помощью вычислительной мощности техники, а биткоин – это один из видов криптовалюты. Чтобы получить новенькие биткоины, нужно решить несколько математических блоков задач по поиску нужной последовательности символов. Этим занимается программа скрипт. Задачи создаются в среднем каждые 10 минут, а через каждые 2016 блоков их сложность меняется. Так зарабатывается один биткоин. Майнить криптовалюты означает подтверждать транзакции в блокчейне и получать за это вознаграждение, то есть криптовалюту от системы или сторон сделки. Все транзакции в блокчейне записываются блоками. Главное преимущество блокчейна в том, что все участники могут видеть цепочку блоков. Никто ее не может изменить или подделать незаметно, только дополнить новыми блоками. Передача биткоинов идет по зашифрованному каналу между адресатом и получателем, у которых есть свои индивидуальные шифры-ключи. Причем здесь блокчейн? Блокчейн – это один из самых безопасных способов хранения данных, в том числе криптовалюты. В некоторых странах ей уже можно расплатиться, например, за чашку кофе или дом. Одна из главных особенностей криптовалюты – это ее децентрализованность. То есть вы независимы от банковских систем, а это значит, что вы остаетесь полностью анонимными и не платите комиссию. Например, эфир или эфириум – это альтернатива биткоину, которая отличается от него не только курсом, но и способом добычи. Сейчас ей нужны меньшие производственные мощности. Потенциальному майнеру доступны более 2000 криптовалют. Самый популярный – это, конечно, биткоин, эфириум, риппл, лайткоин, nxt и неймкойн. Чем больше участников майнинга, тем труднее идет процесс, потому что и сложность шифрования тоже увеличивается. Скажем прямо, сейчас нет смысла майнить биткоин в домашних условиях, поэтому поговорим о том, как можно добыть другие криптовалюты с помощью видеокарт. С одной стороны, нет ничего проще. Вам необходимо запастись несколькими видеокартами или микросхемами ASIC, которые созданы специально для майнинга. После всех приготовлений вам понадобится специальная программа скрипт, а также подходящий пул для начала майнинга. Пул – это сервер, распределяющий задачу расчета подписи блока между всеми подключенными участниками. Проще говоря, несколько участников объединяются в одном пуле и делятся производственными возможностями своей техники. Система равномерно распределяет решения задач, чтобы каждый участник решал задачи, не пересекаясь с другими участниками. Программы скрипты же бывают разные в зависимости от криптовалюты. Их можно как написать самим, так и скачать из интернета. И, конечно, нужен электронный кошелек, ведь валюта должна где-то храниться. Современные видеокарты с мощными процессорами и большим объемом памяти помогают быстро обрабатывать блоки и не загружают другое железо. Многие энтузиасты начинают строить настоящие фермы для майнинга. В домашних условиях ограничиваются четырьмя-шестью видеокартами, а настоящие гиганты вполне могут себе позволить и несколько сотен видеокарт. Сейчас курс криптовалют очень нестабильный. То рекордный рост, то сильное падение. Вот, например, самый первый замер курса биткоина по отношению к доллару в октябре 2009 года был такой. За 1 доллар можно было получить 1309 биткоинов. В июне 2017 года был зафиксирован пик роста этой криптовалюты. И тогда 1 биткоин уже стоил аж 3041 доллар. Прежде чем вы решитесь майнить, вам нужно все хорошенечко посчитать. Присмотритесь к текущему курсу криптовалют, к затратам на электроэнергию и к стоимости железа. Высокий курс валют, небольшое число майнеров – вот та тонкая грань, которой следует придерживаться. В противном случае вы рискуете остаться в минусе. Даже если вам надоест майнить, вы сможете отдать свои мощные фермы под облачные вычисления или продать через доску объявлений. Кстати, тут тоже появляется несколько вариантов. Через старые руки можно и собранную ферму продать. За некоторые просят аж миллион рублей. И избавиться от ненужной видеокарты, если так и не получилось выйти на хороший уровень заработка. Что касается электроэнергии, за которую по-прежнему нужно платить, то в России все зависит от региона, в котором вы собираетесь майнить. Ведь индекс для расчета коммунальных платежей везде разный. При правильном выборе валюты затраты на электричество и оборудование можно отбить в течение нескольких месяцев. Крупные же компании стараются удержать интерес к видеокартам. Например, Manly, Polit и Sapphire выпустили новые модели, чтобы зарабатывать криптовалюту в ожидании новых скачков. Хотите узнать больше о майнинге и узнать все технические детали того, как добывать криптовалюту? Приходите на хайтек.мейл.ру, читайте наши статьи, подписывайтесь на актуальные новости и следите за свежим курсом криптовалюты прямо у нас на сайте. Всем пока!